вот в этом случае есть шанс что я преодолею потому что если я не доложу об этом наступает срок контроля и татьяна говорит так александр значит где там наш не знаю что в этом должно были спеть пирог черникой да вот я говорю татьяна так типа вот вы не сказали тик вадима вадим вот собственно меня послал черники недавно там сковородку не выдал масло зажал что я могу сделать тяну спокойно просто когда это произошло когда ты пошел к ним зачем задается только времени прошло и вообще когда я начал работу если вы заметили наверно половину семинара построенному ударом по слабым местам конструкции на вот потому что как раз то где и так все хорошо собственно счетом шкури на там и так понятно вопрос где слабины потому что иначе получается теория не работает есть некая идеальная конструкция который в реальной жизни абсолютно не исполняется и наша задача как раз сосредоточиться на том как исправить слабое место конструкции вот в чем задача это не в том плане что конструкция неверно мы должны понять почему это верная в теории конструкция на практике не работает почему просила записать проблемы которые могут возник что надо лезть в машинку часто ручками провода там подсоединять вот в чем вопрос надо же понимать куда поэтому замечательно если бы это было работало но надеюсь реакция сообщества убедилась мягко говоря не работает поэтому очень важный момент безусловно есть регламент то есть важно меня сначала научили этому в письменном или устном виде но я этого не сделал и вот татьяна сейчас задает вопрос когда ты к нему пошел для чего татьяна сейчас проверяет своевременно ли начато работать это параллельный контроль но он тоже важен потому что раз уж мы ситуацию разбираем надо понять все ошибки александр потому что начал ли он правильно во первых если он не начал правильно за это он получит отдельное первое второе даже если он начал правильно тяна задавая этот вопрос то александр четко опять понимает что контроль компании поставлен так как надо да и в следующий раз он делаете за рубочку лучше может быть он в этот раз начал вовремя в прошлый раз него время да и вот теперь попав под контроль все делает под правой полушария мы точно делать такую подправочку да и осторожненько могут спросить а раз я ходил к вадиму то это можно проверить можно спросить у вадима кроскока александр был у тебя да значит я теперь понимаю начинает надо как договорились потому что получил вопрос далее в итоге значит татьяна выясняет какие действия предпринял но я рассказываю то что я там пытался договориться проще и татьяна в итоге подвергает александр определенному наказанию если александр и причем объясняю за что тебя наказывать не за то что ты не преодолел возражения вадима и не застаивая его там оказать содействие наказывает за то что ты не доложил и очень часто ну поскольку мне приходилось участвовать подумать так сказать экзекуциях и в построениях систем то подчиненный когда ему даже сказали за что его наказывать он упорно не хочет понимать за что и возмущается горит а что я мог сделать вот что же вы хотите от меня да вот вы бы лучше вадима мы наказали то есть он как бы отключается от того за что его наказали делая вид пацаны да находит себя оправдание то есть он как бы не слышит возмущается своим фактом наказания считая что не виноват это работает подсознание которое не хочет признавать как на самом деле надо действовать вы знаете по практике такой плотный контроль редко реальности моим дело все-таки с менеджерами да там сказать ему прийти к вадиму оттуда звонить или отдать команду вадиму как только перейдет александр отзвони по практике это гиперконтроль такая вещь уже ну все-таки уж на уровне паранойи да это нереально построить такую систему в компании просто у вас не хватит ресурсов управленческой или надо будет отдельно сажать там что пять таких линейных контролеров которые будут четко отслеживать каждый шаг по компании во сколько снаряд пересекает линию какого ствола просто нереально да я это вручение направлять поможем поможем Это тряс. Потому что я понимаю, что это тоже бывает. Задяется, чтобы, по крайней мере, она не контролировала и не держала в пусто. Если есть какие-то проблемы, еще и она дополнительная, если вдруг руководитель. Понятно, что он перенаправляет поручения своим причинам и так далее. А еще раз могу попросить рассказать такую схему. Как распределяется полномочие? Я как директор компании направляю, даю поручения. Ну, допустим, начальник по отделу. По этой отделу, да? И одновременно к конкуренту этого поручения отправляю своему помощники так, чтобы она контролировала. То есть мы работаем вот тут постоянно, да? То есть я назначаю срок, что мне надо, в какие сроки. Значит, если мне потом помощник, то есть хорошо, если мне сам руководитель говорит, да, в такие сроки, как правило, пишет, мы не можем, потому что у нас там такой план, посмотри, там, делай ссылку внизу, прочее, на состоянии делаем. Да, понятно. Вот, а если говорят, там, допустим, хорошо мы с официалистом, нормальные изобретенные связи, вопросов нет, да. Но дополнительный контроль, потому что, не знаю, в голове все не удержать. Состояние отзначаемый дел, мой помощник, собственно говоря, если что-то не так с полномочием поручения, дополнительно контролирует. Если все идет так, где он заработает ничего не говорит, то и голова не болит. А, если не секрет, просто любопытно, как опыт, да, а что именно, вот, служит объектом контроля? То есть, это электронная форма заполнения отчетности или что-то другое? Ну, как бы состоит дело, допустим, ко мне обратился, ну, фунгер, там, либо клиент, я говорю, вот его надо прекрасно обслужить, чтобы вопросов не было, чтобы у меня не было звонков, да. Потому что этот клиент, если возникает, то он будет звонить не руководитель или департамент. А прямо вам? А прямо мне, да. Таких немного, но, как бы, есть. Так. Либо, как правило, в принципе, даже руководители, допустим, у этих клиентов общаются с, там, по этим департаментом, там, данным менеджером, который назначен в этом проекте, потому что я ему же говорю, что вот есть такой менеджер, который отвечает за вас. Но когда доходит эта антритная ситуация, там, этот клиент может позвонить в меню. Так. Поэтому я, как бы, даю поручение, что вот это дали клиенту, чтобы у меня к нему вопросов не было. А я, скажем так, наверное, понял ситуацию. Я пытаюсь понять, ну, мне просто любопытно, да, тут же, извините, такой вопрос. Какие, вот, что именно контролирует ваш помощник, там, в этом случае? Какие, вот, скажем, какие ответы? Какие точки? Идет ли процесс, соблюдаются ли сроки, нет ли проблем по выполнению этого проекта? Потому что ты иногда даешь поручение нам, не успели следаться там, что-то. А, то есть, он контролирует ход выполнения? Да, ход выполнения. То есть, вы, как бы, делегируете ему функции промежуточного контроля. А это, простите, такой опять чисто вопрос, вот, это не создаёт какой-то, вот, путаницу информации, нет? Вот, ну, допустим, он промежуточный контроль, а руководитель отдела, которому дано поручение, вот он обратную связь с вами вступает или с помощником? А, поможем, как референту отданной функции промежуточного контроля с правом обратной связи, да? А, там никаких паразитиков. Ну, иногда бывает, потому что, понятно, что руководитель департамента, он считает себя выше по статусу, чем помощник, но вы сказали, что мой помощник, это всё равно, что и я. И он спрашивает именно то, что я ему поручаю от вас. Вы воспринимаете его как меня, как право, как у моей. Как некий, мой выбросительный знак в воздушевленной форме. Да, потому что ситуация, как бы, я понимаю, что руководитель бывает загруженная, а я говорю, на сегодня обязательно вот это, разорвитесь, как хотите. И мой помощник будет, если руководитель не делает, то мой помощник будет, как зуб, стоять над ним, говорит, пока ты не сделаешь, я домой не отпусти. Но иногда это, конечно, понимаем, излишний контроль, но в ситуации... Если позволите, я так очень аккуратно попробую, да, высказать своё мнение, но это вот не в плане, знаете, так вот, шельмования вашей методики. Я, скорее, попробую, если вы не против, я... Да, вот, я как раз благодарен вам за эту информацию, это просто как кейс, да, попробуем, если вы не против, немножко с этим разобраться. Согласны? Да, потому что это один из способов, и он действительно встречается, да. И я попробую так очень аккуратно подойти. Значит, дело в том, что, ну, я буду опираться на то, что я услышал, да, при этом я допускаю, что, возможно, там, в реальной ситуации несколько там... Ну, как помните, думаем одно, говорим иногда чуть-чуть другое. Это не сознательно, а так бывает, да, поэтому заранее извините за неточность. Вот, контент-анализ.